Старт работе центра «Вместе» дан специалистами первой городской детской поликлиники в 2009 году. За время, прошедшее с момента открытия, существенно изменился и внешний облик медицинского подразделения, и количество человек, которым здесь помогли. К примеру, только за 2015-й доктора центра провели более 2300 консультаций. И на последних, к слову, деятельность его не ограничивается. Семинары, тренинги и занятия для детей и молодежи, как выездные, так и на базе центра, проходят регулярно. Мы оказываем консультативную помощь, информационно-просветительную у нас. Много мероприятий проходят, тренинги, беседы, лекции, интерактивные форумы. Достаточно много функционально работает оказание психологической помощи в индивидуальном плане, в семейном консультировании, в групповом плане, психоррекционная, психодиагностическая работа, а также помощь в профориентировании подростков и молодежи. Нередко подростки, которые однажды пришли сюда со своим проблемным вопросом, даже после его разрешения продолжают посещать занятия, приводят сюда друзей. Говорят, что обстановка, созданная в центре, очень похожа на семейную, домашнюю. А в настоящей семье, как известно, всегда готовы прийти на выручку. Это одно из тех мест, где мне очень комфортно. Я очень люблю сюда приходить. Мне здесь очень спокойно, мне приятно здесь, потому что здесь работают очень потрясающие люди, очень добрые, и они мне очень помогают. Здесь прекрасные люди, такие душевные, добрые, они чувствуют нас и действительно хорошо осознают и понимают, что нам необходимо. Единой превалирующей темы в обращениях нет. За помощью приходят и те, кто, к примеру, хочет обрести гармоничное тело, и те, кто мечтает о гармонии в душе. На каждый вопрос специалисты стараются дать максимально развернутый ответ. Девочек чаще интересует здоровый образ жизни, как поддержать себя в правильном весе, занятие физической активностью. Если они приходят с родителями, это значит какая-то общая проблема. Допустим, ребенок болеет какой-то хронической болезнью, это может быть и сахарный диабет, и бронхиальная астма. И он нуждается немножко в коррекции своего режима дня и отдыха. И не всегда есть время, и не всегда мама правильно знает, как это сделать. То есть здесь мы подбираем им и правильное питание, рассказываем про режим труда, режим отдыха. Как правило, к акушер-гинекологу приходят уже в таком зрелом возрасте, то есть женщина осознанно посещает акушер-гинеколога. И сталкиваешься с тем, что девочки-подростки с каким-то страхом читают специалиста в регистратуре акушер-гинеколог. Поэтому хочу сказать, что не надо бояться. У нас очень дружелюбная обстановка в нашем центре. Центр функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Записаться на прием можно по телефону. Встречи со специалистами бесплатные и при желании могут проводиться анонимно. Сегодня доктора готовы ответить практически на любой вопрос, который может волновать подростка. Однако здесь уверены, что предела совершенству нет. Тем более, что уже есть идеи и планы развития инициативы в будущем. Мы когда-то очень заинтересовались и были первенцами в этом деле. Но так показать себя не смогли, потому что мы сами испытывали, у нас был такой дефицит площадей, а это как бы дополнительно. А уже когда сюда переехали, у нас уже все получилось. Мы видим, что это действительно востребовано. И еще я хочу сказать, что нет предела совершенства. Центр еще набирает. То есть поезд только отправился от станции, можно сказать, так уже гудок и полетел. Но еще максимальная скорость еще не придана этому центру.